МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У эфиры программа новин регионов студии. Кристина Каранкевич, вітаю вас и у гэтым выпуску глядите. Небезпека тихого поля вання. За сутки в лесах в области заблокали три человеки. Аллея славы и подарунки не себе, а іншим. Могилевская гимназия номер три отзначает день народжения. Усю лепше селетнего уроджаю на Кермашах. Репортаж нашего выпуску. США у леса не вернулся. Только за сутки у леса заблудили три человеки. Один з них збирав грыбы у Бялынецким районе, другий у Мстиславским, третий у Могилевским. Их пошуком займалися милиционеры и воротовальники. Два их нашли, им спотребилась и допомога медиков. И еще одного шукают у леса четвертая сутки. Сегодня продолжаем поиски без вести пропавшего Никитинка Дмитрия Михайловича. Что хочется обратить внимание. Человек, по всей видимости, зашел далеко, потому что здесь уже третьи сутки мы ищем. Ничего, как бы и грибники здесь общаемся. Никто его не видит здесь, везлижающие на территории. Шукают пожарные, шукают милиции, а еще лесники и родные. Расставляемся так, чтобы один виден другого был. С левой стороны, с правой стороны. Чтобы мы, как говорится, его не проморгали, не прошли. Четверо суток у леса, когда везли за леса, правооховники и мясовые жахары шукают пенсионера. Кажется, он 14-го вирусня пошел за грибами. Телефон с собой не взял. Шукают деда Митю родные и знакомые, навык с допомогой интернета. Фото мужчин разместили в социальных сетках. Я разместила самостоятельно. Он пропал там везде. В одноклассниках, в контактах. Я хочу сказать, что он где-то потерялся. За допомогой милиционеры звертались и до грибников, которых сустракали в лесе. У вас мобильные телефоны. У вас какие-то средства связи. Компас. Средства связи. Компас. То есть вы уже подготовились так, чтобы уже никого этого не бояться. Да. А вода какая? Вода. Спички. Спички есть. Да мы далеко не ходим куда. Ну, вдруг, если вдруг обнаружите, сразу звоните по 102. У Могилевского района пушековые работы протягиваются. А у вас в Мстиславском районе они только скончились. В Джахаровевский селец у леса шукали колясу. Так, знаешь, шли. Ему потребовалась шпитализация. Дрен на себе отчувала и другая грибница, которую шукали в Белинецких лесах. Женщина навод исти не могла после некоторых часов блукания по лесу. К сожалению, троих мы нашли уже мертвыми на территории области. Двое, которые пропали 14 числа, сейчас находятся в больнице в Мстиславле и в Белинецком районе. Оба были без сознания. Женщина сейчас пришла в себя. Ее перевели в другое отделение из реанимации. А мужчина в Мстиславском районе сейчас находится в критическом состоянии. Вот, принес инсульт. Усяго с початку года у лесах в области заблудили 22 человеки. Троих нашли мертвыми. Еще двоих покуль не нашли. Остатних удалось вернуть домой. Каб с вами не сдарилась трагедия, милиционеры рают ходить только у знакомые леса. Обовязково брать с собой телефон, ежу, воду, запалки и по махчимости компас. А проноться треба ярко. И обовязково поведомлять родным, куди вы пошли. Наталья Ильинич, Виталья Алексеенко, Новина региона. Осипа, Юським районе, чудные стрелы танков и артиллерии. Там проходит суместная белорусско-российская стратегичная вучение «Захад-2017». Нагадаем, Осиповицкий полигон 1-6 у Беларуси, где проводятся масштабные манеры войска у союзной державы. Усе подробязности в нашем сюжете. Гэта на Осиповицком полигоне демонструет свое майстерство российские танкисты. Т-80 по чарзе выходит на так званую танковую карусель. С позиции на узвышший ведут прицельный огонь по умовным противнику. На данный момент все цели, которые были, задачи поставлены, выполнены в полном объеме. У нас высокая боевая готовность и хорошее взаимопонимание в экипаже. Кирование обороншей операции ведется с гэта командного пункта. Его сбудовали за некольки дён. Замаскировали так, что не бачно ни из земли, ни из воздуху. Ах, это уже колонны белорусских артиллеристов. Зараз яны выходят на огневые позиции. Самоходные установки 2С5 «Гиацинт» лечатся одными из самых могутных артиллерийских систем. Яны забеспечивают патрымку танкистам и мотостралкам. Вышли на позиции и ракетчики. Чекают загады система залпового огня «Смерч» и белорусская распроцовка «Полонез». Минимальная дальность спуска данной системы – это 50 километров, максимальная до 200 километров. Соответственно, боевая машина способна поражать одновременно 8 целей с расходом 8 ракет. То есть машина имеет 8 ракет, а каждая ракета может в определенных пределах поражать свою цель. На территории Беларуси у суместным стратегичным в учении удел примают больше 110 тысяч военнослужащих, сотни одинок военной техники. Подчас основной фазы отпрацовывают некольки задач, одна из головных – супротстоять махчимой агрессией супрот союзной державы. Павел Савицкий, Олеся Рыбалка, Новины Региона. Телерадиокомпания «Могилю» отримала диплом на другом фестивале региональных телекомпаний Беларуси и России в образ часу за активное информационное сопровождение будовництва союзной державы. Нагадаем, наша телерадиокомпания брала уделы у фестиваля региональных телекомпаний, а так само у сёмым международным телевизийным фестиваля «Тефи Содружность». Усягу у конкурсе были представлены 20 фильмов с 12 краин у Тымлику и проект «Гистория с географией», який зацекавил российских журналистов «Першого каналу». Программа фестивалю была богатая, она творчая, сустреч, круглая стола и майстер-классы от вядомых айчинных и из-за межных мединых особ. Национальный фестиваль «Звонов» у сёмый раз прайшу Ухотимску. Он собрал звонару не только из православных епархий Беларуси. На свято приехали гости, артисты, святары с помежных регионов России. До речи не здарма фестиваль ладится у Свято-Троицким соборы. Тут одна из лепших званий с Беларуси. Подробязности у Татьяны Сергейчик. Ухотимский Свято-Троицкий собор, поменьшенная копия храма Христа Сбавителя в Москве, помник архитектуры 19-го стагодзя. Его звонницы с 12-ю звонами нема аналогов ни у Беларуси, ни у суседних районных России. Кали до 60-ти годзе вызволение района от немецко-фашистских захопников отлили самый великий звон у полторы тонны. Магистры мастацтва у духовного в училища вырошили записать голосы у сих званов. Мы записали несколько разных звонов. Ну и так отцу Кириллу спустились вниз, когда с колокольни во время трапезы говорим, отец Кирилл, ведь колокольня значимая такая, давайте здесь можно фестивали проводить республиканского масштаба. Ну батюшка так улыбнулся, говорит, ну да, конечно можно, но это ж надо сил как-то собраться. Улыбнулся, а годы не те. Отец Кирилл один со старейших святоров, ему 91 год у Свято-Троицким храме, служить 60 годов без яго, кажуть, у дельники фестивалю не было бы такого свято. Что дело, спортила погода, погода такая. У нас был большой такой размах на сегодняшний день. Ну, что ты сделаешь? Стихи и боргу не поведешь. За дажу Мушинский ансамбль «Благовест», оркестр студентов Могилевского филиала Беларуской академии музыки, у гостей фестивалю слухали у храме. Подошла после концерта бабушка, говорит, сыночек, мне 78 годов, я простояла всю службу, я сходила в крысный ход, я прослухала ваш концерт, я накрыла хрячу до дома, спасибо тебе, сынок. Вы знаете, вот эту похвалу, вот эту оценку своего труда, я считаю, самой высокой в моей жизни. Это фестиваль неповторимый для нашей Беларуси. У нас много фестивалей, но этот необычный. Я просто хотел бы научиться колокольному звону. И вот пока так вот изучаю звуки, музыку. Это общение среди коллег, это повышение собственного уровня, как звонаря, и просто хороший праздник. Ухотимску любят слухать колокольный звон, же хары верать, что минавито дяк лучше звонам собора район застался чистым адрадаяцией. А фестиваль не только протягивает туристов, а ли и умоцовая сувиди помежных епархий Беларуси и России. Татьяна Сергеичек, Юрий Ауласо, Новины Региона. 10 премьер плануя представить у новым сезоні Могилевский областный драматичный театр. У юбилейный 130-й сезон актеры рыхтують разные спектакли для разных глядача. Про это поделились агалоны режиссеры и директор театра по час пресс-конференции. У Могилевского драматичного склалася добрая традиция завершать и начинать сезон премьерами. Юбилейный 130-й не станет выключением. У Кастрычнику продемонструють адразу 4 премьерные спектакли. Первшую новую постановку глядач убачит 14-го Кастрычника. Гэта смешная история с незвычайной назвой «Дурочка язык». Спектакль рыхтуе минский режиссер Андрей Гузий. Пропануя театр у початку сезона, так само уроки эстетики, этаки и морали для самых маленьких. Артысты покажут дятве каски и старт по кладе веселый и яскравый спектакль «Каска про королеву, принцессу, рыцара и пачвару». Зараз театр рыхтуется до поездки в Москву. Там у посольстве Беларуси поставят «Скарыну». Показ промеркованный до 500 годзя беларуского книга-друкованья. 228 год спаунилась Могилевская гимназия номер 3. Селета свята отметна тем, что у гимназии открыли свою аллею славы. Тут усе гости могут познайомиться с историей старейшей научальной установы города и ее знакомитыми выпускниками. Головный знавцах историю гимназии и наставник физичной культуры Наталья Куляшкова каже, идея такой аллеи ее навод снилась. И вот после 12 год протяжной працы в архивах некоторых краин и пошуку звездок про выпускников, мара гимназистов ожитявилась. Теперь тут есть своя аллея славы. Основу составили архивные документы. Это архивы города Могилева, Минска, Санкт-Петербурга, Вильнюс. Много помогли наши бывшие выпускники, преподаватели, их дети, их внуки. Конечно, мне как выпускнику гимназии очень приятно, что я могу каким-то таким образом свой вклад внести. История свою и навыкшальную установой захопляет и теоперышник гимназисту. Аллея славы – это на самом деле очень большое достижение, которым занимаются и наши выпускники, и наши учителя. И, на мой взгляд, это то, что нас должно вдохновлять и вдохновляет. На думку коллектива Пакуль удалось опреченить только некольки сторонок наибогатейших историй старейшей новой установы Могилева. В перспективе гимназии мы хотим благоустроить спортивную площадку, выполнить ее также в стиле металлических стендов, на которых будет отражена история развития олимпийского движения Могилевщины и выдающиеся спортсмены гимназии. В уж немолодших классах до дня народжения своей новой установы вы решили изробить подарок тому, кто мает этим особливую потребу. Они сбирали гроши и робили поштовку для юной Могилевщинки, какой потребуется операция в Германии. Почему нужно делать добрые поступки? Потому что, если в мире будет больше добра, тогда будет меньше зла. Если каждый человек поможет тому, кто будет рядом, то на свете не останется ни одного несчастного человека. В области распочался активный сезонный гандль садовиной Городниной. Сельская господарчая кермаши працуют в районах и городах. В этими днями список пляцов, где можно набить селетний уроджай, дополнился еще одной. Фермерский кермаш разгорнулся на пляцовце одного из буйных гандльовых центров Могилева. Фермеры на кермаш привезли садовину Городнину живую рыбу из разумела мед на розный густ. Пчалеры, кажут, селетняя оттенья к этому продукту надает гречка и василек. Нужно, как говорится, если мы торгуем здесь на ярмарке, то все равно нужно говорить о том, что каждый покупатель должен подойти, попробовать и приобрести то, что ему понравится. Побыч гандлют саженцами и насенем. Растлин шмат. Кажа продавец частей купляют туи. Кошт на их у середням 10-12 рублей. Все вот эти растения, то есть с маленького и до большого мы сами выращиваем, следим, контролируем. Все они адаптированы к нашему климату. Растут у нас великолепно, прекрасно. Сильно проверять эту земля не надо обыкновенной. Песок, глина. Пескоглинистая такая почва. Ну и первые годы надо поливать, 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 чтобы укоренилось. На этом кермарше свою продукцию представили фермерские господарки Могилевского района. Ранее, кажут, частей гандлявали побыш с буйнейшими господарками в области. Теперь фермеры пропонуть свой урожай особенно. Выбор за покупником. Купил рыбу. Сегодня здесь выбор большой получается. Четыре, по-моему, пять машин. И рыба, карп от четырех с лишним до трех девяносто. Нормально, хороший купил. И карасик есть. Прошли посмотреть, что-нибудь купим. А что хотите выбрать? Овощи, больше ничего. Товар хороший, очень капуста нравится. Лук хороший. Гандлявать новым урожаем фермеры и сельские господарки будут до конца осени. Уся ГУПа в области запланована каля 400 кермашоу выходного дня. Андрей Шуляк, Денис Бутылин. Новины региона. Усе новины про життя в области на сайте этогормогилев.бай. Я с вами развитываюся. До встречи в эфире. Субтитры подогнал «Симон»